Мачу-Пикчу – старый город или один из самых загадочных на Земле город народа Инке. Находится это чудо света на территории современного Перу в Южной Америке. Добраться сюда непросто – 4 дня по горам или почти час полета на вертолете, но и в этом случае обеспечены несколько часов подъема в гору. Мачу-Пикчу расположен на высоте больше 2500 метров над уровнем моря, на ровном горном плато, вокруг которого возвышаются вершины соседних гор. Считается, что свои города Инке строили в форме животных. Говорят, что с высоты птичьего полета их столица Куска напоминает пуму, а Мачу-Пикчу – кондора. В 1911-м американский археолог Хайрам Бингем, посвятивший несколько лет поискам потерянного города Инков, случайно наткнулся на Мачу-Пикчу. Бингем заплатил своему проводнику, мальчику-индейцу, монетку в один соль, то есть 30 американских центов, и тот показал профессору дорогу к древним развалинам. Местные жители прекрасно знали, где находится одна из главных загадок Южной Америки. Просто никто до американца не спрашивал об этом коренных жителей. Мачу-Пикчу считается священным городом Инков, построенным одним из его правителей Пачакутеком в 1440 году. Допускались сюда только избранные, здесь жила высшая знать, жрецы и слуги, а также избранные девственницы Мамакунас, посвятившие себя служению Богу Солнца. Мачу-Пикчу имеет очень четкую структуру. На юго-востоке угадывается комплекс дворцовых построек. В западной части возвышается главный храм с алтарем для жертвоприношений. Напротив него жилой квартал, плотно застроенный двухэтажными домиками. Между ними, как лабиринти, вьются узкие улочки и лестницы, часто приводящие в тупик или на нависающую над пропастью террасу. Между камнями многих строений видны щели, но это не брак в работе каменщиков. Как ни странно, благодаря им здание более устойчивое. При этом каких-либо скрепляющих веществ, вроде цемента, строители не использовали. Камни держат друг друга за счет собственного веса. Священная площадь города была религиозным центром Мачу-Пикчу. На северном конце расчищенной площадки стояло трехстенное здание из белого гранита, сделанное из огромных блоков, куда выше человеческого роста. Самый необычный из всех построек в Мачу-Пикчу – храм трех окон, который расположен в восточной части Священной площади. Три окна отражают представление инков о троечности мира. Согласно легенде, три основателя империи вошли в мир через них. На вершине скалы лежит большой вырубленный многоугольный камень – имтиуатана. Этот вырубленный в скале камень мог быть солнечной обсерваторией, где жрецы определяли лучшее время для начала сева или сбора урожая. Несмотря на частые в Перу сезоны дождей, дороги в Мачу-Пикчу вот уже 500 лет находятся в прекрасном состоянии. Массивные подпорные стены и террасы все это время держат город, не давая дождям и оплозням снести его со скального карниза. Современным строителям стоило бы поучиться древним технологиям. А вот судьба жителей этого города неизвестна. Инки не оставили никаких письменных свидетельств. В испанских хрониках тоже нет упоминания о Мачу-Пикчу. Точно известно, что это поселение функционировало до 1532 года. Затем испанцы вторглись на территорию империи инков. Но до Мачу-Пикчу конкистадоры так и не добрались. Куда таинственно исчезли все жители города, до сих пор остаются для нас загадкой. Субтитры создавал DimaTorzok